Более 14 тысяч правонарушителей задержано и доставлено в органы внутренних дел войсковыми нарядами карагандинских соединений внутренних войск за этот год. Свою работу оценивали и подводили итоги в штабе воинских частей оперативного назначения. Сергей Высокосов узнавал подробности их нелегкой службы. Охрана исправительных учреждений, конвоирование, обеспечение общественного порядка на улицах городов. Вот неполный перечень задач, стоящих перед солдатами и офицерами внутренних войск. Они же обеспечивают спокойствие в столице, в период пребывания там глав государств, делегаций правительств, международных мероприятий, таких как 5-й Астанинский экономический форум, 4-й съезд лидеров мировых и традиционных религий и других. Воинскими частями оперативного назначения карагандинского соединений внутренних войск выполнено около 500 задач патрульно-постовой службы в городах Астана, Караганда, Тимиртау, а также в Жанаозене и Мангистауской области. Основными задачами, считаю, на предстоящий период, это является первое, совершенствование вопросов боевой готовности, готовность личного состава, частей и подразделений к выполнению любых внезапно возникающих задач. Второе, это выполнение задач по боевой службе, охраны общественного порядка в населенных пунктах городов Караганда, Тимиртау, Астана. На совещании рассматривались и положительные, и отрицательные моменты служебной деятельности сотрудников внутренних войск. Вопросы дисциплины, кадрового подбора, социально-бытового обеспечения бойцов контрактной службы требуют решений, но не должны влиять на качество исполнения воинского долга. Около половины составляют военнослужащие по контракту и офицеры. Проблема заключается в том, чтобы их создать условия социальной защищенности. К офицерам, военнослужащим по контракту эти задачи стоят перед нами большие, и я думаю, будем решать эти задачи не просто так. Мы их знаем, знает не только командование войск, но и Министерство внутренних дел, и перед правительством эти задачи. Проблемы подняты, и надеюсь, в ближайшее время будет решаться. Ежесуточно тысячи солдат и офицеров срочной контрактной службы выходят на охрану 15 исправительных учреждений, осуществляют конвоирование по шести железнодорожным и пяти автотранспортным маршрутам, обеспечивают порядок и безопасность работы Верховного суда Республики и Карагадинских судов. В результате грамотных действий караулов по охране исправительных учреждений предотвращено более 50 фактов попыток переброса и проноса запрещенных предметов на охраняемую территорию. Совсем недавно в исправительном учреждении, расположенном в поселке Карабас, караульной службой была пресечена попытка побега. При выполнении поставленных служебно-боевых задач личным составом подразделения специального назначения «Беркут» задержано 68 преступников. Служба во внутренних войсках не так проста, как многим кажется. Ведь помимо выполнения воинских обязанностей, каждый, даже срочно служащий, должен знать и уметь грамотно применять законы Казахстана. Сергей Высокосов, Павел Спиридонов, Первый, Карагандинский.